Я Жилин Сергей Анатольевич. Данное видеообращение адресую директору ФСБ России Бортникову Александру Васильевичу, министру внутренних дел Российской Федерации, генералу полиции Российской Федерации Колокольцеву Владимиру Александровичу, начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Черникову Михаилу Юрьевичу. Начальнику Главного управления собственной безопасности генерал-лейтенанту полиции Макарову Александру Ивановичу, руководителю Главного военного следственного управления генерал-полковнику юстиции Сорочкину Александру Сергеевичу, генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу. Прошу провести проверку по изложенным ниже фактам, проверить на соблюдение законности действия участвующих в этом сотрудников силовых ведомств. В случае установления нарушения законности прошу принять меры к восстановлению нарушенных прав человека. В установленный законом срок прошу предоставить мне, Жилину Сергею Анатольевичу, ответы по данному видеообращению в письменной форме, в установленный законом срок. Адрес ответа будет указан в почтовом отправлении. Данное видеообращение я публикую в сети интернет, а также направляю в вышеперечисленные ведомства по почте. Здравствуйте, я Жилин Сергей и канал «Беззаконие в законе». Так повелось, что с 2015 года судьба дает мне испытания, в которых фигурируют сотрудники ДПС, теперь вот сотрудник ФСБ, есть судебные приставы, судьи. В данном видео я расскажу о взаимодействии таких служб, как ФСБ, МВД, военно-следственный комитет. И все это из-за ситуации, которая произошла 16 октября 2018 года. Итак, начнем. 16 октября 2018 года, примерно в 8 часов 30 минут, я подъезжал к своей работе. Мне позвонила моя супруга и сказала, что попала в ДТП, сильное ДТП. Я уточнил, цела ли она, что произошло. При этом она плакала, в трубку сбивалась. Супруга ответила, что ей очень плохо, сильно болит голова. Приезжай. Я спросил, вызвала ли она скорую. Она сказала, что нет. Я сказал, что еду и скорую вызову сам. Я очень сильно испугался за нее. Тремя годами ранее у нее был инсульт. Отнималась речь. До места ДТП я ехал около 20 минут. Пока я ехал, мне удалось вызвать скорую. Я прибыл на место ДТП и одновременно со мной подъехала скорая помощь. Это было на улице Минской, поворот на гипермаркет ОК. Я подошел к супруге, пообщался с ней. Она плакала, ее трясло. Она опять повторила, что очень сильно болит голова. В этот момент к нам подошла врач скорой помощи. Я сообщил врачу о состоянии моей супруги. Сообщил об инсульте, ею перенесенном. И передал супругу на попечение врача. После этого я обратил внимание на автомобиль с сотрудниками ДПС в автомобиле. Было два сотрудника. Они общались с гражданином, весело смеялись и что-то обсуждали. Я подошел к ним, включил видеокамеру, дабы зафиксировать их веселье и бездействие. Меня возмутил тот факт, что сотрудники МВД не оказали первую медицинскую помощь пострадавшей, а находятся в автомобиле. При этом им весело. Сотрудники указали мне на то, что они мне запрещают снимать. И они не занимаются ДТП с пострадавшими. Так как я вызвал скорую помощь, то теперь этим будет заниматься другой экипаж, который вот-вот приедет. Я пользуюсь довольно простенькой и старенькой видеокамерой. И так случилось, что видео, которое я записывал на месте ДТП, не сохранилось. Но мне удалось сохранить аудиозапись общения на месте ДТП. Моя супруга, Алита, двигалась на автомобиле Лада Гранта по улице Минской, из центра города в сторону юбилейного микрорайона. Ей нужно было заехать в Универсам ОК за продуктами. И вот, что из этого получилось. Смотрим. А это вид ДТП из автомобиля, двигавшегося в противоположном направлении в соседнем ряду. ДТП. Как видно на втором видео, водитель белого автомобиля Тойота с государственным номером Е007УЕ93 регион грубо нарушил правила дорожного движения. Затем я увидел предполагаемого водителя автомобиля Тойота. Спросил его, ну что, ты правильно ехал? Он ответил, да. Вы водитель, да, вот этой машины? Ну что, правильно ехали, да? Все отлично? Водитель. Все отлично? Правильно ехали? Да. По этой полосе все правильно. Направо, да? На скорости километра 70. Наше с ним общение было не более 10 секунд. Более с этим водителем я никогда не общался. Через время ко мне подошел сотрудник ДПС первого экипажа. Он сказал, что у них машина не укомплектована для оказания первой медицинской помощи. Нет средств. Слушаем. Сейчас в больницу повезут. Тогда это, надо документики вывез у круг. Возьмите документы. Какие документы нужны? Водитель искать паспорт, страховый полис. Потому что сейчас наряд еще приедет по пострадавшим. Им нужны будут документы для оформления. Пока мы с супругу будут обследованы. А где номер с того автомобиля? Скажите, пожалуйста, почему номера убраны? Вы инспектор, вы здесь руководитель всеми делами. Почему на автомобиле нет номеров? Послушайте меня. Я тут ничего тут не руковожу. Не руководите? Вы просто подъехали постоять? Мы мимо ехали. Мимо вы ехали, да? Подъехали. Я понял. То есть вы не сотрудники ДПС? Ну я правильно понял? Нет? Вы подъехали, что вы стоите? Вы смотрите, когда есть разные ситуации. Когда есть пострадавшие, мы их не оформляем. А, не оформляете? Это специальный экипаж. Я понял. По пострадавшим. Мы только железки оформляем. А, только железки. Вот такая у вас специализация. У вас супруга пострадала. Понимаете, у всех есть... Ага. Да, нюансы. Вы разговариваете прилично. А в чем неприлично с моего разговора? Я не прилично. Я не снимаю. Да? Это документики возьмите. Что здесь? Здесь водительская техпаспорт. Сейчас наряд подъезжает по пострадавшим. Он будет заниматься. Просто у нас в электронной форме. Я понял. Кто оформляет ДТП? Они будут оформлять? Да, 307. Хорошо. По пострадавшим. Хорошо. Просто я сейчас живу поезду проверят. А вы пока... А что? Я пока ничего. Я что тут могу? Я рядышком. Инспекторы приедут, они представят, что мы по пострадавшим. Мы не имеем права. У нас есть планшеты электронные. А если нам ее вбивают, что это мы будем. Вопрос в том, что человеку плохо. Вы реально видели, что человеку плохо. А вы сидите улыбаетесь. Понимаете? Не по-людски это даже. Дело не в форме. А не по-людски. Не в этом. Подождите. Да вот так вот. Но вы же видели или нет? Или что вы там сидите? Да что вы слушаете? Вот я вам реально говорю. Женщине было плохо. Что вы элементарно скорую не вызвали? Почему вы хотя бы элементарно там не посадили успокоительную или так далее, а? Я прошу провести служебную проверку в отношении сотрудников экипажа номер один, который прибыл на место ДТП, первую доброчебную помощь пострадавшей не оказал, скорую помощь не вызвал. Возникает вопрос, зачем нужны такие сотрудники, которые находятся на месте ДТП и не осуществляют никаких действий для оказания помощи пострадавшим. Приказ МВД РФ номер 664 от 23.08.17 года пункт 7.4 гласит «Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений, несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, либо в состоянии опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует». То, что с водителем Гаспарян Алитой все обошлось, не их заслуга. Я, как налогоплательщик, недоволен работой этого экипажа, который поставил под угрозу жизнь и здоровье моей супруги, Гаспарян Алиты. Я прошу провести по данному факту проверку, о результатах проверки в отношении сотрудников полиции экипажа номер один прошу сообщить в письменной форме, установленной законом срок. Я, Жилин Сергей Анатольевич, прошу провести служебную проверку по второму экипажу ДПС, который осуществлял оформление дорожно-транспортного происшествия 16.10.2018 года по адресу город Краснодар, улица Минская, 120.7. При ознакомлении с материалами дела возникли вопросы к определению 23 ДТ 0278-41 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 16.10.2018 года, в котором говорится следующее. Я, дежурный для выезда на ДТП, старший лейтенант полиции Ганодский Андрей Викторович, выявил водитель Гаспаряна Лита Мушеговна, 16.10.2018 года, 8.25, место нарушения Краснодар-Западный округ, улица Минская, 120.7, управляла автолада 219020, госномер Н980НА, 123 регион, с признаками опьянения. Также в определении 23 ДТ 0278-49 о возбуждении дела об административном правонарушении от 16.10.2018 года говорится следующее. Я, дежурный для выезда на ДТП, старший лейтенант полиции Ганодский Андрей Викторович, выявил водитель Гаспаряна Лита Мушеговна, 16.10.2018 года, 8.25, место нарушения Краснодар-Западный округ, улица Минская, 120.7, город Краснодар, около 8.25, водитель Гаспарян управлял автомобилем Лада госномер Н980НА, двигаясь по улице Минская со стороны Каляева и около дома номер 120, при повороте налево не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Тойота госномер Е007УЕ, 93 регион, водитель Бочин СВ, который двигался во встречном направлении и совершал поворот направо на территорию парковки. В результате ДТП пострадала водитель Гаспарян, которую доставили в БСМП. Хочу задать риторический вопрос руководству ГИБДД по Краснодарскому краю. В этих определениях полицейский Ганоцкий Андрей Викторович подготавливает почву, дабы сделать виновной в ДТП водителя Лады Гаспарян Алиту Мушеговну? О каких таких признаках опьянения идет речь? Может быть надеялись на то, что удастся договориться с медиками и анализ на опьянение будет положительным? Как у того шестилетнего малыша, что погиб под колесами той мадам, где в заключении судмедэксперт указал дикую долю алкоголя в крови, якобы обнаруженного у малыша. В пересчете на литры около полутора литров. Так это задумывалось через эту формулировку. А что за формулировка во втором определении? При повороте налево не уступило дорогу и допустило столкновение с автомобилем, который двигался во встречном направлении и совершал правый поворот. И ведь эти определения были составлены уже после того, как Ганодский Андрей Викторович составил схему ДТП. После того, как ему прислали на телефон видеозапись регистратора, инспектор Ганодский увидел видео ДТП. Видел, что автомобиль Тойота двигался прямолинейно и никуда он не поворачивал. При проводении фиксации ДТП сотрудники второго экипажа под руководством инспектора Ганодского фиксировали расположение автомобилей на проезжей части. Автомобиль Тойота Королла белого цвета был без номерных знаков. Идентификацию по номеру ВИН сотрудники также не осуществляли. В фотоматериалах дела ВИН кода нет, фото с государственными номерными знаками также отсутствует. Небольшая выдержка из ответа главка МВД ГИБДД. Ваше обращение от 6.06.2019 года рассмотрено в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ. Информируем, что размещенная на официальном сайте госавтоинспекции ГИБДД.РФ обновленная версия онлайн-сервиса по проверке транспортного средства позволяет проверить историю регистрации в ГИБДД, участие в дорожно-транспортных происшествиях, нахождение автомобиля в розыске, а также наличие ограничений на совершение регистрационных действий. Кроме того, на сайте размещены ссылки, перейдя по которым можно получить информацию о нахождении транспортного средства в залоге и на наличие у водителя полиса ОСАГО. Внесение каких-либо изменений в регистрационные учёты возможно только при осуществлении регистрационных действий в порядке, установленном административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД России от 7.08.13 года, номер 605. Из этого ответа следует, что изменить регистрационные данные на сайте ГИБДД просто так невозможно только в режиме реального времени, что и было сделано, но потом. Это скрины с официального сайта ГИБДД и сайта судебных приставов, в котором мы увидим, за кем числится данный автомобиль и тут возникает вопрос, что за бумажные документы были предоставлены водителям Бочиным СВ сотрудникам ГИБДД. Итак, это данные с официального сайта ГИБДД России. Твин-код данного автомобиля, его мы взяли из документов о ДТП. Проверка произведена 2 апреля 2019 года. И вот важная информация, периоды владения транспортным средством. Как мы видим, первый владелец – это физическое лицо. И вот тот период, в который произошло дорожное транспортное происшествие, с 6.04.16 по 30.03.19 автомобиль принадлежал юридическому лицу, но никак не физическому лицу Бочину Станиславу Владимировичу. Зафиксировано, что было дорожно-транспортное происшествие 16.10.17 года. Здесь имеются перечисленные повреждения, которые получил автомобиль Тойота. Вот ссылочка на то, что это официальный сайт ГИБДД. И становится совершенно очевидно, что инспектор Ганоцкий, АВ, не по каким базам данных данный автомобиль Тойота, не проверял. Так как если бы он проверил автомобиль, то у него обязательно возник бы вопрос, что за собственник по данным баз ГИБДД ООО «Абинск пассажир автотранс». Итак, мы видим запрос с сайта ГИБДД от 25.10.18 года. Это буквально через 9 дней после того, как произошло ДТП. Вбиваем ВИН-код данного автомобиля. Это нам стало доступно после ознакомления с материалами данного ДТП. И удивляемся, что данный автомобиль, как мы видим, принадлежит юридическому лицу. Насколько я понимаю, Бочин Станислав Владимирович не является юридическим лицом. Поэтому возник вопрос, что за автомобиль участвовал в ДТП, почему он без номеров и почему не идентифицировали ВИН-код. Поэтому возник вопрос о том, что это за автомобиль. Итак, мы можем видеть, что уже зарегистрированы повреждения, которые получил автомобиль в данном ДТП. И вот самое интересное. Это документ, запрет на регистрационные действия от судебных приставов, которые выложены были на сайт. И, соответственно, по этому исполнительному производству мы смогли увидеть, что за юридическое лицо является владельцем в этот момент данного автомобиля. Так вот, ссылочка, по которой был скачан этот документ. А вот это от того же числа, 25, 10, 18 года, сайт службы федеральных судебных приставов. Вот их ссылочка на адрес сайта. Здесь мы видим, кто является должником, кому, что за юридическое лицо является владельцем данного транспортного средства с данным государственным номером и ВИН-кодом. Вот это исполнительное производство, этот номер. И вот акт, на основании чего, скажем так, вынесено в исполнительное производство. Что за правонарушение было. И вот телефоны, адреса, пароли явки судебных приставов, которые это все, скажем так, выложили в сеть интернет, что мы смогли с этим ознакомиться. У меня очень удивил ответ инспектора Ганоцкого на мой вопрос насчет номерных знаков автомобиля Тойота. В ответ прозвучал кажется так, что если тебе надо узнать, где номерные знаки, то пойди и узнай. Слушаем. Спрошу, кстати, это мысль. А то машину снимают, ни одного номера нет. Инспектор, а у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, почему машина без номеров, номера сняты? Вон очевидец, значит вон мужчина стоит, очевидец. Он стоял вот здесь первые две машины, которые пропускали. И вот он говорит, он подошел, подошел и снял номер передний. Для чего? Он не отлетел, задний, почему? Вы инспектор, вы ведете, почему? Что это за машина? Как ее идентифицировать? Где номер? Он предоставил, и номера я видел, они надлежали. Но они не зафиксированы, вот он сейчас уезжает. Я, допустим, его номера не видел. Как так? Что это такое? Почему без номеров машина движется вообще? Куда он едет? Он убирает ее на парковку человека. Номера где? Спросите у него, где номера. Я вас, инспектора, спрашиваю. Вы должностное лицо. Для чего вы мне этот вопрос задаете? Что вы хотите от меня в данный момент? Я хочу узнать, почему вы оформили, где номера на машину? Что это за номера? Почему он снял номера? У него, спросите, мне этот вопрос не интересует. Я понял. Говорили без коррупционной составляющей? Посмотрим. Прошу провести служебную проверку в отношении указанных фактов по экипажу номер два под руководством инспектора полиции старшего лейтенанта Ганодского Андрея Викторовича. Я выскажу свое личное мнение, что инспектору Ганодскому Андрею Викторовичу с таким отношением к служению закону и выполнению возложенных на него служебных обязанностей, как мне кажется, не место в системе МВД. Спустя восемь дней после того, как произошло дорожно-транспортное происшествие, юрист, представляющий наши супруга интересы, смог ознакомиться с материалами дела. И изучив объяснение водителя автомобиля Toyota белого цвета, мы узнали, что он является военнослужащим войсковой части 44727, о чем он сам собственноручно сделал запись. Из открытых источников я узнал, что это не что иное, как управление Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, сокращенно ФСБ по Краснодарскому краю, с местом расположения Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, дом 46. Это здание на углу улиц Мира и Красноармейской. Сотрудник Федеральной службы безопасности ФСБ России по Краснодарскому краю Бочиным Станиславом Владимировичем были предоставлены ложные данные о произошедшем дорожно-транспортном происшествии. При этом сотрудник ФСБ был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Так, в объяснении, которое он давал сотрудникам ДПС, он письменно подтвердил, что предупрежден. Бочин пишет о том, что он двигался со скоростью километров пятьдесят и собирался совершить поворот направо в полосе предназначенной для данного маневра. Непосредственно перед перекрестком, увидев приближающийся автомобиль слева, который осуществлял левый поворот Лада Гранта номер N980NA, предпринял меры к экстренному торможению, уйти от столкновения не смог и осуществил столкновение с данным автомобилем в правую боковую часть. В салоне своего автомобиля я находился один. Далее Бочин пишет следующее. Видимость и обзорность с места водителя моего автомобиля была ограничена, так как плотность движущегося потока в данное время суток была усилена. Я обращаю внимание на удивительное противоречие в показаниях сотрудников ФСБ Бочина. С одной стороны водитель Бочин видит сквозь 5-6 машин при этом наискось, так как машины находятся от его траектории движения в среднем и левом рядах и описывает, как он видит приближающуюся Лада Гранта. В то же время он указывает на то, что обзорность была ограничена. Далее пишет сотрудник ФСБ Бочин, цитирую. В данной ситуации не считаю себя виновным, так как осуществлял движение по главной дороге с дорожным знаком 2.1. Главная дорога. Водители, осуществляющие движение по этой дороге, имеют преимущество во всех нерегулируемых перекрестках. Светофор в данный момент времени на этом перекрестке не работал. Очевидцы при ДТП имеются, контактные номера телефонов отобраны. Далее пишет Бочин, после ДТП в течение 15 минут на месте ДТП появился мужчина 40-45 лет, представившись мужем водителя автомобиля Лада Гранта госномер N980NA, который заявил, что будет являться официальным представителем водителя. Далее в тексте идет зачеркнутая строка и продолжение. Непосредственно после осуществления беседы с данным водителем. Далее допускал выкрики и высказывания в скобках в грубой форме, как в адрес сотрудников ДПС, так и в мой, ну то есть Бочина. Сам в данной ситуации, это пишет Бочин о себе, вел себя сдержанно и спокойно. Претензий и замечаний к сотрудникам ДПС по оформлению ДТП не имею. Написано собственноручно, верно. Справку о ДТП получил и дата 16.10.2018 года, подпись Бочин СВ. Ну и это очень здорово, что Бочин СВ претензий к сотрудникам ДПС не имеет. При этом я хочу заметить, что Бочин был на 100% уверен в том, что его сделают невиновным. Ведь эти лживые показания он дает, зная, что есть очевидцы ДТП, что есть две видеозаписи с видеорегистраторов автомобилей. И он прекрасно понимает, что на видео все будет выглядеть именно так, как произошло. Видимо, уверенность сотрудника ФСБ России по Краснодарскому краю Бочину Станислава Владимировича на чем-то была основана. Наверное, не зря он так долго и усердно вел переговоры по телефону и постоянно общался с инспектором ДПС Ганоцким. Прошу проверить материалы по больнице, по месту жительства Бочина, так как по ее данным у Бочина были выявлены повреждения средней степени тяжести здоровью. Но тут есть некоторые нестыковки и противоречия. А именно, спустя 50 минут после того, как Бочин уехал с места дорожно-транспортного происшествия на автомобиле Тойота белого цвета без номерных регистрационных знаков с адреса Краснодар-Минская, 120-7, он был осмотрен в наркологическом диспансере по улице Тюляева, 16. А это, хочу сказать вам, другой конец города. И добираться туда примерно минут 40-50. При этом видимых повреждений у Бочина врачами обнаружено не было. Осмотр был осуществлен в 12 часов дня. Вечером того же дня, 16.10.18 года, сотрудник ФСБ Бочин Станислав Владимирович был осмотрен в приемном покое больницы скорой медицинской помощи города Краснодара, где и там видимых повреждений у Бочина обнаружено не было. Имеется листок, в котором зафиксировано, что данных подтверждающих черепно-мозговую травму не обнаружено. Ушиб мягкие ткани левого бедра и левого голеностопного сустава. И видимых повреждений также не зафиксировано. При этом с момента ДТП уже прошло 10 часов. Странно, что спустя почти 5 суток у сотрудников ФСБ Бочина в Айбинской центральной больнице по месту жительства. Странно, что не в специализированной больнице ведомства, а в больнице по месту жительства были зафиксированы повреждения средней тяжести здоровья. То есть проходит 16 число, 17, 18, 19 число и утром 20 числа, спустя 4 полных суток Бочин обращается к врачам. Я, Жилин Сергей Анатольевич, прошу провести экспертизу объяснения сотрудников ФСБ России по Краснодарскому краю Бочина Станислава Владимировича на предмет описания повреждения автомобиля, который он описывает в объяснении по ДТП, которое произошло. Эти записи затем закрашены корректирующей жидкостью и поверх них было написано, что повреждений автомобиль не имеет. Но исходя из фотографий задней части автомобиля Тойота белого цвета, возникает сомнение в том, что именно этот автомобиль не был ранее в ДТП. Мы можем видеть, что надписи на кириллице Toyota с левой части крышки багажника и с правой стороны на той же крышке багажника нет надписи Corolla. При этом лакокрасочное покрытие не нарушено и нет следов того, что эти надписи были оторваны. Это говорит о том, что крышка багажника была окрашена целиком, а возможно и вся задняя часть автомобиля Toyota. Но что характерно, в электронных данных по этой машине таких повреждений не значится. А также черная пленка, наклеенная на крышу автомобиля Toyota. Обычно такие пленки клеят для сокрытия дефектов от повреждений и придания автомобилю как бы солидности, что якобы имеется панорамная крыша. Закрадывается сомнение в том, что это именно тот автомобиль Toyota, на который были предоставлены документы сотрудникам ФСБ Бочиным. Дело еще и в том, что на официальном сайте госавтоинспекции под данным номером автомобиля владельцам числится другое лицо. Имелось запись, что на автомобиль наложен арест и он принадлежит юридическому лицу. Перейдя на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по номеру исполнительного производства, мы находим, к кому именно выставлены претензии об уплате штрафа. И это не гражданин Бочин, Станислав Владимирович, а компания ООО «Абинск-Пассажир-Автотранс», которая находится в Абинском районе Краснодарского края по улице Красная, дом 1, корпус А. И немного погуглив, находим и владельца этой компании, которым является Бочин Владимир Алексеевич. Наверное, можно предположить, что данный гражданин приходится родственникам или же отцом сотрудника ФСБ Бочину Станиславу Владимировичу. Хотя я могу и ошибаться. Может быть и просто совпадение. А может быть и еще совпадение, что Бочин Владимир Алексеевич является депутатом Абинского района, представляет партию «Единая Россия», которая в последние годы гремит славой великой по всей стране. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые зрители, что помимо той лжи, которую сотрудник ФСБ Бочин написал в объяснении по факту произошедшего ДТП непонятных движений с номерными знаками автомобиля Toyota Corolla E007 у Е93 регион с непонятными документами на автомобиль Toyota, которые были представлены сотрудникам ГИБДД. После ДТП сотрудник ФСБ России по Краснодарскому краю Бочин Станислав Владимирович ни разу не поинтересовался состоянием женщины, которая по его вине оказалась в ДТП. Он также не осуществил досудебное урегулирование убытков, которые понесла водитель и владелец автомобиля Лада Гранта. А как вы видели, авария была довольно нерядовой, ведь произошло даже опрокидывание автомобиля. Теперь еще водителю Гаспарян предстоят судебные тяжбы со страховой компанией, которая недоплатила порядка 80 тысяч рублей за ремонт автомобиля, плюс расходы на зимнее хранение автомобиля, которое пришлось осуществлять, пока не было принято решение по виновнику ДТП. Итак, клевета в мой адрес, где Бочин указывает, что я осуществлял выкрики в адрес сотрудников ГИБДД и в его персональный адрес в грубой форме. Я прошу провести проверку в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю Бочину Станислава Владимировича в отношении клеветы в мой адрес и дачи заведомо ложных показаний, которые он дал в письменной форме сотруднику полиции в объяснении о случившемся ДТП, которое произошло 16 октября 2018 года. Он был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем имеется его подпись в этом объяснении. Прошу дать правовую оценку действиям данного сотрудника, а также дать характеристику его действий с моральной и этической точки зрения. Я, Жилин Сергей Анатольевич, очень хочу, чтобы в органах ФСБ, СКР, МВД, прокуратуры, судов «Случайных людей не было. Хочу бы, чтобы там была элита, защищающая свою страну и свой народ, а не такие, как сотрудники, которые лгут, обманывают, приступают законы, похищают и убивают, используют мощь силовых ведомств в своих преступных целях и планах». И этот комментарий «Я хочу направить службе внутренней безопасности у ФСБ России». И следующую претензию я высказываю в отношении организации, которая должна по своей сути осуществлять надзор за взорвавшимися сотрудниками спецслужб, которые просто сходят с ума о своей безнаказанности и вседозволенности. Это подразделение называется военно-следственный отдел Следственного комитета по Краснодарскому краю. Видя, что сотрудники Министерства внутренних дел не собираются заниматься расследованием ДТП с сотрудниками ФСБ и сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля «Лада Гранта» Алита Гаспарян подала заявление в Следственный комитет по Краснодарскому краю. 13 декабря 2018 года Гаспарян Алита обратила в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю с просьбой провести проверку в отношении сотрудника ФСБ Бочина Станислава Владимировича под это заявление. Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю переслала это заявление в Следственный отдел Военно-следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому гарнизону. 20 декабря 2018 года Гаспарян Алита обратилась в ФСБ России с заявлением о предоставлении информации по сотруднику ФСБ России по Краснодарскому краю «Бочину Станиславу Владимировичу. Дело в том, что та наглость и беспрецепность действий водителя Тойота и то потакание со стороны сотрудников ДПС вызвали у меня и моей супруги вопросы. А действительно ли это лицо, участвовавшее в дорожно-транспортном происшествии 16 октября 2018 года, может являться сотрудником ФСБ? Ведь кроме записи в объяснении о событии ДТП, которые давал Бочин Станислав Владимирович, других подтверждающих это фактов нет. При этом я замечу, что сам Бочин СВ собственноручно сделал запись о том, что он является сотрудником войсковой части 44-727. На вопрос о ФСБ России является ли Бочин Станислав Владимирович сотрудником ФСБ России по Краснодарскому краю, мы получили отказ, мотивированный тем, что доступ к этой информации ограничен. Возникает вопрос, если информация по сотруднику ФСБ России по Краснодарскому краю Бочину Станиславу Владимировичу ограничена, то зачем он лично указывает эти данные в объяснении по ДТП, не иначе, как для того, чтобы получить какое-то содействие от сотрудников ГИБДД, которые будут позже этим телом заниматься, или медиков, которые будут проводить анализы и, возможно, будут выносить решения в пользу именно сотрудников ФСБ? Ведь кому нужны проблемы и неприятности? Лично я считаю, что имея какую-либо секретность, сотрудник мог написать, что он просто безработный, и вопросов бы вообще никаких не возникло. Но, как говорят, что написано пером, того не вырубить топором. 21 декабря 2018 года Госпоря Налита обратилась сразу в два ведомства с заявлениями о проведении расследования в отношении сотрудника ДПС по городу Краснодару Ганодского Андрея Викторовича в отдел собственной безопасности управления ВД России по Краснодарскому краю и в следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. Субтитры создавал DimaTorzok 6 февраля 2019 года Госпоря Налита уже обратилась с заявлением в военно-следственный отдел по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета России. Рассмотрением дела занимался следователь Туаев Руслан Алексеевич. 4 марта 2019 года я был приглашен на беседу в военно-следственный комитет к следователю Туаеву Руслану Алексеевичу. Следователь провел мой опрос. Я изложил, что произошло 16 октября 2018 года на месте ДТП. Также следователь Туаев Руслан Алексеевич мне объяснил, что раз идет рассмотрение дела в отношении сотрудников ФСБ, то также будет рассматриваться дело и в отношении инспектора ГИБДД Гоноцкого, именно военно-следственным отделом по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета России. И когда по окончании опроса я подписывал протокол, то обратил внимание, что из того, что я изложил, было записано лишь четверть информации. Я понял, что следователь Туаев Руслан Алексеевич расследовать ничего не будет. Тогда, 15 марта 2019 года, я направил заказным письмом в военно-следственный отдел по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета России на имя Туаева Руслана Алексеевича заявление о внесении дополнений по факту проводимого опроса Жилина Сергея Анатольевича в отношении ДТП, которое произошло 16 октября 2018 года. Я очень надеюсь, что при проведении проверки в отношении сотрудника Туаева данное заявление будет находиться в материалах дела по заявлению гражданки Гаспаряна Литы Мушеговны в отношении сотрудника ФСБ Бочина Станислава Владимировича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Как видно из обращений, направленных следователю Туаеву Руслану Алексеевичу, нами были предоставлены достаточно основания для того, чтобы провести проверку изложенных фактов того, что имеется разночтение в документах на автомобиль Тойота, исходя из базы данных самого ГИБДД и тех разночтений в документах, которые предоставил сотрудник ФСБ Бочин Станислав Владимирович. Сотрудники МВД приложили громадные усилия для того, чтобы не расследовать информацию по автомобилю Тойота, участвовавшему в ДТП. Имелись достаточно основания для проведения проверки в отношении сотрудников ФСБ России по Краснодарскому краю Бочину. Однако исследователям Туаевым приложены огромные усилия для того, чтобы проверку в отношении сотрудников ФСБ Бочина Станислава Владимировича не проводить. Вот его ответ. Никудин спросил. Редактор Мирович Редактор МВД «17.2 3-й» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова К 你 Speedбокamientos У cerve Продолжение следует... Итак, видя, что ответов на четко сформулированные вопросы к сотрудникам МВД и ФСБ так и нет, имеются лишь отписки, я прошу провести повторную проверку в отношении сотрудников ФСБ России по Краснодарскому краю Бочину Станиславу Владимировичу. Также прошу провести проверку в отношении сотрудника ВСК Туваева Руслана Алексеевича. Также я высказываю претензии к тем, кто проводил проверки по жалобам. В связи с этим я также прошу провести проверку в отношении сотрудников Абинского ГИБДД, которые проводят процедуру регистрации транспортных средств. Из интернет-источников известно, что номерные знаки и документы выдавались в качестве дубликатов взамен утерянных либо пришедших в негодность. При этом, замечу, это было аж два раза. Что происходило с данным автомобилем? Что на него за два года два раза выдавались дубликаты документов? С чем связана такая активная потеря регистрационных документов по данному транспортному средству? Этот вопрос я адресую начальнику Главного управления собственной безопасности МВД России, генерал-лейтенанту полиции Макарову Александру Ивановичу. Документ, где это будет отражено, я продемонстрирую чуть позже, так как он будет демонстрировать еще один интересный момент. При переоформлении транспортных средств автомобили проходят технический осмотр в ГИБДД, где осуществляется фото- и видеофиксация. Также производится запись в различные журналы, табели, где фиксируются эти данные, которые также заносятся в электронную базу ГИБДД. Но, помимо этого, также в бюджет оплачиваются различные пошлины и сборы, но и, соответственно, затем, спустя время, платится транспортный налог. В своем дополнении к заявлению следователю Туаеву я указывал, цитирую, в целях проверки фактов и выводов, изложенных в заявлении Гаспарян А.М. и в настоящем заявлении, считаю необходимым ходатайствовать о проведении дополнительных мероприятий. 1. Истребовать в налоговом органе по месту жительства бочины СВ сведения об уплате им транспортного налога на автомобиль Тойота Корола 2. Истребовать в налоговом органе по месту нахождения ООО «Абинск пассажир Автотранс» и на ННО «ГРН» сведения об уплате им транспортного налога за период с 2016 по 2019 годы с предоставлением документов, подтверждающих уплату им транспортного налога при наличии и декларации по транспортному налогу за период с 2016 по 2019 год с указанием транспортных средств, за которые уплачен и перечислен транспортный налог 2. Истребовать в МРЭО города Абинска сведения об исполнении государственной функции по внесению изменений в сведения о собственнике автомобиля Тойота Корола 3. Государственный регистрационный знак Е007 УЕ 93 регион 3. С предоставлением журнала приема и регистрации заявлений, связанных с учетом транспортных средств за 08.04.2016 года, заявлений от ООО «Абинск пассажир Автотранс» и Бочина Станислава Владимировича о регистрации их прав на указанный автомобиль, квитанции об уплате этими лицами и организациями государственной пошлины за совершение регистрационных действий 4. Видеозаписи о прохождении 08.04.2016 года Бочинам и ООО «Абинск пассажир Автотранс» процедуры сверки номерных агрегатов автомобиля Тойота Корола 5. Государственный регистрационный знак Е007 УЕ 93 регион 4. Истребовать в Абинском Федеральной службе судебных приставов в России электронный файл оригинал, поступивший из органов ГИБДД в рамках исполнительного производства номер 102-74-18-23-021 от 21.02.2018 года Эти ходатайства я заявлял, но, как видно, их проигнорировали. Интересно, почему? Этот вопрос хотелось бы адресовать персонально руководителю Главного военного следственного управления генерал-полковнику юстиции Сорочкину Александру Сергеевичу. Но продолжим. Я также прошу исследовать документ от 22 февраля 2019 года за номером 33-35-10-3-186-105-016-150 Подписанный в РИО командира под дубка РВ Вот этот документ Я немного озвучу небольшую выдержку из этого документа Цитирую Изучение материалов дела об административном правонарушении показало, что нарушений действующего законодательства РФ, а также нормативных актов МВД РФ Инспектором ДПС Ганозки МАВ при оформлении дорожно-транспортного происшествия допущено не было Дополнительно уведомляем, что согласно информационной базе ГИБДД Собственником транспортного средства Тойота Королла, государственный номер Е007 УЕ93 регион Является гражданин Бочин СВ Дата регистрации транспортного средства в МРЭУ-4 города Абинска к 6.04.2016 года На основании договора, совершенного в простой письменной форме Ранее на автомобиль 15.10.2018 года в ФССП России было наложено ограничение на регистрационные действия Однако 29.01.2019 года указанное ограничение службы ФССП снято Замечательный ответ, который дает сотрудник Поддубка РВ Но вот противоречия из ответа главка МВД, который предоставил сотрудник Палеонович Следует, что внести изменения в учетную систему регистрации автотранспорта можно только в текущем времени И мы видим, что Поддубка РВ описывает то, чего нет Или в ГИБДД есть еще какая-то информационная база, отличная от официальной Той, которая размещается на официальном сайте ГИБДД Смотрим Редактор субтитров А.Семкин Так вот, с этого сайта информация противоречит ответу Поддубка РВ Автомобиль с 6.04.2016 года был приобретен юридическим лицом ООО «Абинск Пассажир Автотранс» И штрафы выписывались судебными приставами на ООО «Абинск Пассажир Автотранс» Или сайт ГИБДД врет? Что-то я совсем запутался Так кто же врет? Это я хочу спросить министра МВД Господина Колокольцева Дорогие друзья, я благодарю вас за уделенное время Вы досмотрели до конца это обращение Я надеюсь на то, что законность будет восстановлена Будет проведено справедливое расследование изложенных фактов Полагаю, что виновные понесут заслуженное и справедливое наказание Если это не произойдет сейчас, то придет время, и эти сотрудники все равно ответят за содеянное Я благодарю за помощь и поддержку в создании данного видеообращения своих родных, близких, друзей Особые слова благодарности хочу высказать людям, которые оказали помощь на месте ДТП Предоставили фото и видео, которое мне помогло все это зафиксировать Дай Бог здоровья вам и вашим близким Счастья, удачи и любви вам Друзья, ставьте лайки, распространяйте данное видео Страна должна знать своих героев Надеюсь, что совместными усилиями удастся добиться справедливого и всестороннего рассмотрения указанных мною фактов Друзья, берегите себя и своих близких Не будьте равнодушными и помните, каждый человек может оказаться на месте Алиты Гаспарян С вами был Жилин Сергей Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok